Здесь можно найти несколько десятков книг – от классической до детской литературы. Главная цель установки такого объекта – популяризация чтения. Книги из литературного шкафчика можно взять домой или обменять, оставив свою. Таким образом, каждый становится частью социального проекта под названием «Букроссинг». Движение распространено по всему миру и сейчас набирает обороты в Севастополе. Идея проекта жителям северной стороны пришлась по душе. Говорят, давно ждали установки литературного шкафчика. На открытие многие пришли со своими книгами, чтобы оставить их для других читателей. Я специально принесу дома книгу эту, чтобы положить в шкафчик. Люблю читать, пусть эту книгу другие читают. Мне бы хотелось, чтобы шкафчик даже был немножечко больше, потому что очень много людей, которые хотели бы обмениваться, читать книги, очень даже интересно, хорошо придумали. Я принесу из дома книги, потому что я хочу поделиться и хочу на память оставить книги, которые я собирала ещё при Советском Союзе. Открытие северного шкафчика пришёл поддержать почётный гость – режиссёр-постановщик киножурнала «Яролаш» Владимир Панжев. Человек должен читать. Ну, если этот человек, конечно, хочет расти как личность. Не развиваясь, вы не будете представлять никакой ценности ни для себя, не добьётесь уважения ни окружающих, ни своего собственного уважения. Поэтому только развиваться, только делать небольшие усилия для того, чтобы прочесть, для того, чтобы пообщаться с Достоевским, Чеховым. Общение с этими людьми вообще очень полезно. Это интересные, это умные люди. Первый литературный шкафчик в Севастополе открыли 22 апреля на площади Ушакова возле Центральной городской библиотеки. Затем 27 мая в сквере имени Попанина. Объект на северной стороне третий по счёту. Инициатор проекта – активист Рамиль Шавалиев. В центре, в котором мы установили самый первый приморский шкафчик, недобросовестные граждане, к сожалению, забирают оттуда все книги и продают их на блошиных рынках. Но всё равно мы противостоим, и мы шкаф стараемся забивать по максимуму. А второй шкаф, который мы установили, это Нахимовский шкафчик. Он уже настолько полюбился жителями, что они возле него сажают цветы, они его убирают, моют, делают какую-то раскладку книг, и у нас уже шкаф реально живёт. Первый, приморский шкафчик, был открыт благодаря выигранному гранту. Его Рамиль получил на молодёжном форуме в Астрахани. Затраты по установке объекта в сквере Попанино и возле кинотеатра «Моряк» взяла на себя администрация Нахимовского муниципального округа. На северной стороне очень мало развлечений. И людям, чтобы хоть как-то донести, приучить их к чтению, какое-то развлечение, мы устанавливаем данный шкафчик. Молодёжь непосредственно ходит в кино, и чтобы хоть как-то они обращали внимание именно на книги, на чтение книг, вот ставим, надеемся, что им это будет интересно и будет востребовано. В планах установить такие шкафчики в Гагаринском и Балаклавском районах. К литературному делу присоединяются и другие активисты города. Подобные избушки уже есть в экопарке «Лукоморье» и на пляже «Хрустальный». Елена Корнухова, Александр Листопад, информационный канал Севастополя.